здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги с вами вновь нефедев алексей мы начинаем целый блок видео который будет посвящен файловой системе zfs на linux подобных операционных системах это первая часть видео ее мы отдадим под непосредственно установку linux на файловую систему zfs в качестве тестовой операционки я выбрал debian 9 версии по большому счету потому что я работаю на ней уже длительное время и она у меня установлена на файловую систему zfs тот вариант установки который я вам предлагаю он достаточно простой он подходит практически для всех linux подобных операционных систем там будет небольшой нюанс и я застрю ваше внимание на него начнем мы с вами по порядку от самого простого к более сложному и давайте приступим все свои действия я буду демонстрировать вам в виртуальной машине я ее уже создал и давайте пробежимся по основным параметрам первое на что нам стоит обратить внимание это на микрокод материнской платы это видео будет посвящено установке linux подобной операционной системы она в принципе ничем от обычной установки не будет отличаться на материнские платы с микрокодом bios либо и еще и в режиме legacy support следующее видео я посвящу установки на микрокод uefi далее процессоры нам понадобится с вами минимум один процессор памяти нам понадобится минимум 1 гигабайт дисковая подсистема у нас должна состоять из двух дисков я создал диск первый и диск второй первый диск у нас будет с вами основным на него мы впоследствии произведем настройку файловая система zfs и перенесем нашу настроенную операционную систему второй жесткий диск у нас является вспомогательным на него мы произведем промежуточную установку операционной системы в общем случае размер этих двух дисках может быть разный но не меньше 8 гигабайт должен быть второй промежуточный жесткий диск если вы успели обратить внимание два этих жесткий диска у меня имеет абсолютно одинаковый размер я хочу вам в конце потом показать еще один вариант как можно было бы использовать два жестких диска при установке клинукса на файловую систему zfs для того чтобы повысить надежность хранения данных также нам понадобится и dcdром куда я уже установил iso образ установочный и понадобится еще сетевая плата собственно на этом все и давайте с вами запустимся загрузиться нам нужно будет с вами с 9 ромом и давайте приступим к установке операционной системы давайте выберем пункт меню install и в первом экране мы можем с вами выбрать язык на котором будет у нас отображаться вся информация в главном установщике давайте для удобства выберем русский язык чтобы было понятно и место положения я нахожусь российской федерации можно также настроить дополнительную раскладку клавиатуры ну давайте сделаем это пусть нас будет дополнительная русская и переключение между клавиатурами я обычно выбираю control shift вы можете выбрать удобный для себя вариант настройка сети тут нам нужно будет выбрать сами наименование компьютера давайте я выберу что-нибудь похожее на zfs имя домена можно в данный момент времени указывать далее нам нужно будет указать пароль суперпользователя тот пароль с помощью которой мы сможем работать под рут давайте пока установим достаточно простой пароль потом можно будет его обязательно нужно будет его сменить также можно настроить дополнительную учетную запись я обычно настраиваю себя и также ввожу пока достаточно простой пароль настройка часового пояса я нахожусь в городе екатеринбург и на разметке дисков мы с вами остановимся поподробнее давайте выберем пункт меню вручную и посмотрим что у нас есть у нас сами есть два жестких диска как собственно мы и видели в обзоре этой виртуальной машины и оба этих диска у нас не имеет никакой таблицы разделов что первый что второй жесткий диск не имеет свободного пространства как я уже сказал первый жесткий диск vda у нас будет отдан последствий под чистую установку операционной системы на файловую систему zfs а второй жесткий диск у нас является вспомогательным промежуточным жестким диском при желании мы можем последствии потом убрать его из системы и не использовать в ней именно на этот жесткий диск мы сейчас с вами произведем установку для этого нам нужно будет сами создать какую-то таблицу разделов для этого диска нажимаем на enter до создаем пустую таблицу разделов и немного расскажу о том какая именно таблица разделов здесь создается установщик действует следующим образом вначале он проверяет на каком микрокоде он был запущен в данном случае у нас с вами либо bios как я уже сказал либо юфи который работает в режиме legacy support соответственно у установщика есть выбор между устаревший таблицы разделов мсдос либо более современный гуид партишн тейбл или сокращенно gpt следующее на что обращает установщик это на то какой объем жесткого диска в данном случае у нас имеется у нас здесь ну чуть более 8 гигабайт информации если объем этого жесткого диска будет больше чем 2 терабайта тогда будет однозначно создана таблица разделов типа гуид партишн тейбл если же меньше чем 2 терабайта или равно этому то установщик предпочитает использовать таблицу разделов типа мсдос как вы видите у меня оба диска имеет значительно меньший объем 8 гигабайт нежели чем 2 допустимых терабайта и поэтому у меня естественно здесь таблицы разделов будет создана типа мсдос устаревшая таблица разделов косвенно убедиться в этом можно увидя запись первичный дробь логический жесткий диск и так давайте начнем с вами со второго жесткого диска со свободного пространства и здесь нам нужно будет с вами выбрать создать новый раздел и на все предоставляемое пространство выбрать здесь указав первичный раздел использовать как физический том для лвм также можно указать метка загрузочный включена на этом настройку раздела мы здесь заканчиваем после этого мы должны будем перейти в менеджер логических томов и установить нашу промежуточную операционную систему с помощью диспетчера логических томов до записываем изменения на диск и создаем группу томов наименование группы томов можно установить какой-нибудь короткая и в то же время информативная например volume group 0 и выбрать тот самый раздел жесткого диска который мы только что с вами пометили как устройство для использования в лвм далее нам нужно будет создать с вами один единственный логический том выбираем создать логический том выбираем группу которую мы только что создали и давайте ведем наименование логического тома например root размер этого логического тома нам нужно будет выбрать меньше чем предоставляемое пространство но в то же время не менее 8 гигабайт давайте я здесь выберу так 8 гигабайт и нажимаем продолжить этот маленький хвостик который мы с вами оставили впоследствии нам необходим будет в качестве параметра для указания при создании снапшот но об этом чуть позже на этом мы можем закончить здесь создание и после настройки у нас появится с вами группа лвм где мы можем сами выбрать свободное пространство выбрать использовать как журналируемая файловая система x4 выбрать точку монтирования корневая файловая система и на этом настройку раздела здесь мы заканчиваем на этом мы можем закончить разметку и записать изменения на диск обратите внимание что здесь я не создал ни одной области для раздела подкачки я сделал это намеренно в будущем когда мы с вами эту промежуточную операционную систему настроем на файловую систему zfs уже в zfs мы с вами создадим отдельную область и выделим ее под раздел подкачки мы можем заканчивать разметку и записывать изменения на диск установщик сообщает нам что мы не создали ни одного пространства для раздела подкачки и рекомендует нам вернуться в меню разметки нам этого делать не надо мы знаем что мы делаем и до сохраняем изменения на диск все далее будет произведена установка базы операционной системы вернемся сами когда будут нам заданы вопросы установщик нас спрашивает а если у нас какой-либо еще cd или dvd диск у нас нет его и таким образом предлагается нам настроить менеджер пакетов где у нас в сети будет находиться дополнительные пакеты ну давайте выберем поближе я нахожусь в российской федерации этот сервер выберем из списка ну например допустим ну давайте dvd ben.org прокси нам настраивать сейчас не нужно установщик дебиан в отличие от других установщиков линукс подобных операционных систем имеет вот такую особенность мы можем с вами участвовать или нет вопросе популярности пакетов если мы выберем с вами да то разработчики уделят особое внимание тем пакетам которые будут у нас установлены наши операционной системе ну давайте я выберу сейчас да пусть они знают что я устанавливаю zfs и чуть более внимание отдадут именно этим пакетом выбор программного обеспечения мы можем прямо сейчас настроить окружение рабочего стола выбрать себе тот рабочий стол который больше нам подходит и впоследствии после того как мы настроим эту операционную систему мы можем ее перенести на второй жесткий диск если вы устанавливаете десктопный вариант то вам это вполне подойдет для меня же в принципе нет необходимости сейчас дополнительно нагружать сеть и мой компьютер для того чтобы устанавливать дополнительное большое количество пакетов окружение рабочего стола поэтому я сниму эту галочку сервер печати мне также не нужен а вот ssh сервер мне понадобится для удобства работы с этой виртуальной машиной установка системного загрузчика grab на жесткий диск нам необходимо будет сами выбрать то устройство на которое мы сейчас производим установку мы сейчас производим установку на второй вспомогательный жесткий диск в моем случае это devvdb туда мы и должны установить если мы сейчас выберем если я сейчас выберу его и нажму enter то вероятнее всего появится ошибка не знаю поправили они сейчас ошибку в этом варианте релиза или нет дело все в том что при установке на лвм у нас с вами может возникнуть ошибка так как как вы видите указывается не то устройство в качестве жесткого диска куда необходимо установить grab как вы видите появилась ошибка здесь на самом деле просто решается нажимаем продолжить продолжить и выбираем вновь пункт меню установка системного загрузчика grab на жесткий диск мы с вами вернемся в то же самое меню и нам необходимо будет указать устройство вручную и здесь место указания devmapper нам нужно указать диск второй жесткий диск на который я произвожу установку моем случае это диск devvdb если вы производите установку на реальный компьютер то скорее всего у вас наименование будет sd то есть это будет второй жесткий диск sdb и нажимаем продолжить сейчас мы видим что grab правильно устанавливается в правильное устройство и все у нас сами завершающий этап установки после того как мы с вами завершили установку мы можем выбрать продолжить у нас система перезагрузится и нам необходимо будет загрузиться со второго жесткого диска на тот на который мы только что установили с вами grab я нажимаю продолжить и выбираю здесь загрузку со второго жесткого диска первый жесткий диск у меня еще даже не размеченный никаким образом не подготовленный а на второй жесткий диск я только что произвел установку и главное что там находится системный загрузчик так что я выбираю двоечку для себя и происходит загрузка той операционной системы которую мы только что с вами установили система установлена мы можем залогиниться сразу же под суперпользователем и давайте приступим к настройке файловой системы zfs в linux подобных операционных системах установку и настройку мне будет удобнее делать не из непосредственно терминала виртуальной машины а из своего собственного терминала из своей хостовой машины поэтому я сейчас подключусь по ssh к ней и уже соответственно буду работать в терминале своей операционной системы как вы видите я подключился по ssh к своей виртуальной машине давайте я залогинись под суперпользователем и можем приступать к настройке настройка поддержки файловой системы zfs в нашей линуксподобной операционной системе сводится к тому что нам необходимо загрузить исходный код файловой системы zfs компилировать его и подключить необходимые модули к нашей операционке благо всей этой сложности нам проделать с вами не нужно ребята из проекта zfs on linux.org уже сделали за нас эту работу и выложили в нужном месте необходимые пакеты которые нужно скачать конкретно для каждой необходимой для вас линуксподобной операционной системы и собственно говоря установить эти пакеты я сейчас покажу вам как это делается для debian 9 версии а конкретно для вашей операционной системы необходимо будет перейти по адресу zfs on linux.org ссылка в описании и посмотрите каким образом какие пакеты необходимо будет установить для вашей линуксподобной операционной системы. Итак, нам нужно будет с вами создать файл. Пусть он будет называться backpods.list и находится он etk.apt.sourcelist.d Там нам необходимо будет добавить следующую информацию. Наш дистрибутив Linux 9 называется Stretch. Именно для него в этом месте будут находиться те пакеты, которые нам необходимо будет с вами скачать и установить для поддержки ZFS. Сохраняем Ctrl-O. Ctrl-X. Выходим. И также нам нужно будет создать файлик. Допустим, пусть он будет называться таким образом. И находиться он должен по пути etk.apt.preferences.d И там нам необходимо будет указать следующую информацию. Чтобы вам не запоминать и не записывать с экрана все эти строчки, обратитесь на сайт zfsonlinux.org. Для Debian там есть отдельный пунктик. И там же в самом верху находятся вот эти вот строчки, которые я вам сейчас показываю. Собственно, оттуда я и взял эту информацию. После того, как вы это все запишите и выйдете отсюда, далее мы делаем apt-update. Проверяем, что никаких ошибок нет, что у нас команда правильно отработалась. И давайте с вами приступим к установке сначала вспомогательных пакетов, которые нам понадобятся при компиляции, а потом непосредственно тех пакетов, которые и располагаются по указанным адресам, которые мы только что с вами прописывали. Итак, нам понадобится с вами установить следующее. Во-первых, нам нужно будет установить линук заголовки, конкретно для нашего ядра. Также нам необходимо будет установить систему DKMS, для того, чтобы у нас система автоматически при смене ядра в версии ядра компилировала модули файловой системы ZFS под него. Нам необходимо будет установить с вами утилиту Parted, для того, чтобы заниматься разметкой жестких дисков, просматривать дополнительную информацию и так далее. И также давайте поставим еще утилиту R-Sync, для того, чтобы можно было настроенную текущую операционную систему перенести уже на подготовленную файловую систему ZFS. Я это уже все проделал, поэтому при нажатии на Enter у меня система скажет, что у меня все уже установлено. Установил я практически все, за исключением DKMS. Ну, давайте установим и вернемся, когда у меня установка закончится. Готово. Следующее, что нам нужно будет с вами установить, это вот эти пакеты. Нам необходимо будет установить с вами ZFS DKMS, для того, чтобы у нас модули непосредственно файловой системы ZFS компилировались под каждое новое ядро автоматически. Нам нужно будет установить модуль ZFS Nitram FS, для того, чтобы в будущем, когда мы с вами перенесем нашу операционную систему на файловую систему ZFS, мы могли бы с этой ZFS загрузиться. И также нам необходимо будет установить основной пакет ZFS Utils Linux. Все, после того, как мы нажмем с вами на Enter, система скажет нам, что будут установлены следующие пакеты. По зависимости от подтянутся все остальные необходимые пакеты, и это правильно. И давайте нажмем Enter, и у нас с вами пойдет загрузка этих пакетов. И, собственно, вот почему у нас файловая система ZFS до сих пор не может быть внедрена в ядро Linux-подобной операционной системы. Дело в том, что лицензия ZFS у нас распространяется под CDDL, а Linux использует лицензию JBL, в данном случае вторая версия. Это две разные лицензии, и нам необходимо будет с вами сейчас согласиться, что мы будем собирать модули из каких-то исходных кодов. Нажимаем ОК, у нас будут загружены необходимые пакеты, и после этого будут собраны модули под наше конкретное ядро. Ну и давайте вернемся, когда у нас сборка модулей закончится. Это продлится примерно где-то минут 10. Встретимся с вами через это время. Сборка и установка пакетов успешно завершена, и для меня стало неким сюрпризом следующее. До этого момента, когда я устанавливал, тестировал, настраивал поддержку файловой системы ZFS для Debian, пакеты, которые были установлены для ZFS, имели версию 0.6.9. А сейчас то, что я здесь вижу, были скачаны и установлены пакеты 0.7.12. Это огромный разрыв между двумя версиями файловой системы ZFS. И честно говоря, я даже не надеялся, что они версию 0.7 включат в поддержку Debian 9. Я думал, что они для десятки уже готовят версию 0.7. На своей рабочей операционной системе я вручную скомпилировал эти пакеты 0.7.12, скачав их из исходных кодов и установив для себя, предварительно потестировав. Но опять-таки, повторюсь, я не думал, что они будут продолжать развивать линейку 0.7 в версии ZFS для 9 Debian. Таким образом, при компиляции, когда я увидел, что берутся версии пакетов 0.7.12, я был приятно удивлен и, собственно, проделываю эту работу, наверное, как и вы в первый раз. То есть, таким образом, я первый раз устанавливаю операционную систему на ZFS в версии 0.7.12. Ну что ж, лирику давайте закончим и посмотрим, что у нас с вами скомпилировалось. Для того, чтобы подключить модули, нам необходимо воспользоваться командой mod-prop и выбрать ZFS. Но перед этим давайте мы с вами проверим, что у нас этих модулей не загружены в систему. ls-mode и, чтобы посмотреть именно модули, которые относятся к файловой системе ZFS, выделим именно их. Мы видим, что у нас модули, которые относятся к ZFS в системе сейчас не подключены. И давайте с вами подключим их. Все, модули загружены. И теперь, если мы выберем ls-mode, мы видим, что у нас эти модули есть. Более того, если мы введем команду, ну, например, zpool-list, мы видим, что команда успешно отработалась, просто пулов в нашей системе сейчас нет. И, естественно, у нас вот такая информация на экране появилась. На этом мы можем считать, что установка поддержки файловой системы ZFS для нашей операционной системы завершена. Если вам нет необходимости сейчас устанавливать вашу операционную систему непосредственно на файловую систему ZFS, вы добились результата. Вы сделали все, что вам необходимо было. Мы продолжим с вами сейчас подготавливать эту промежуточно установленную операционную систему. Для того, чтобы потом ее перенести на подготовленную файловую систему ZFS. Но прежде чем мы это с вами сделаем, нам необходимо немного с практической точки зрения познакомиться с основными командами файловой системы ZFS, а также с основными принципами. Итак, как и любая другая файловая система, ZFS работает с устройствами, на которые можно записать данные и считать данные. В общем случае мы будем их называть дисковыми устройствами. У нас с вами в системе есть два диска. Это диск VDA и диск VDB. На второй жесткий диск мы произвели только что промежуточную установку операционной системы, а первый жесткий диск у нас абсолютно чистый. Мы как раз должны будем сейчас его подготовить для того, чтобы в будущем на созданную там ZFS файловую систему перенести нашу операционную систему и загрузиться уже с нее. Первый жесткий диск у нас не участвует пока ни в чем, поэтому давайте будем экспериментировать на нем. Давайте с помощью утилиты Parted посмотрим на него и посмотрим, как он размечен. На данный момент времени он не имеет таблицы разделов никакой, соответственно никаких разделов тоже не имеет. То есть он абсолютно чистый жесткий диск. Файловая система ZFS имеет принципиально две команды. Первая, которая работает с пулами, вторая, которая работает с так называемой датасет. Давайте начнем с пулов. Пул — это некое логическое объединение жестких дисков или разделов жестких дисков в различных их комбинациях. Например, мы можем создать пул, в котором будет участвовать всего один жесткий диск или раздел жесткого диска. Или мы можем вложить в этот пул несколько различных разделов жестких дисков и в различных типах можем их использовать. Например, допустим, мы можем использовать в типе зеркала. Это что-то наподобие RAID 1. либо можем использовать различные комбинации так называемых RAID Z массивов. Их аналоги больше известны нам как RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Но об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас мы будем сосредоточены на том, что у нас есть один единственный жесткий диск и в пуле, то есть в логическом объединении, у нас будет всего один единственный жесткий диск участвовать. Давайте с вами создадим первый и простой пул. Делается это с помощью команды zpool create. Далее пока без каких-либо дополнительных параметров мы просто укажем наименование нашего пула, ну допустим zpool 0, и после этого мы должны будем указать тип нашего пула и перечислить все те устройства, которые должны входить в этот пул. По умолчанию, если мы не указываем какой-либо пул, у нас будет обычный пул или так называемый stripe-пул, куда может входить несколько различных жестких дисков и они все будут участвовать в что-то наподобие RAID 0. Но у нас один единственный жесткий диск и поэтому давайте в качестве параметра диска или блочного устройства укажем devvda, то есть не раздел какого-то диска, а именно целиком сразу указатель на диск. И посмотрим, что команда zpool создаст на этом диске, какую таблицу разделов создаст и каким образом разметит этот жесткий диск по разделам. Выполнение этой команды сейчас покажет нам ошибку. Ошибка заключается в том, что команда пишет, что она не обнаружила никакой либо таблицы разделов там и если мы хотим, чтобы у нас все-таки пул был создан, нам необходимо использовать флаг force. Давайте будем его использовать для того, чтобы посмотреть, что команда создаст на абсолютно чистом пустом жестком диске. Готово. Пул у нас с вами создан. Посмотреть, какие именно пулы в нашей системе есть, можно также с помощью команды zpool. Пул. Лист. Без указания дополнительных параметров нам будут показаны все пулы, которые в данный момент времени импортированы в систему, которые доступны для нас. У нас сейчас находится один-единственный пул. У него наименование zpool0, как мы указывали. Объем приблизительно 8 гигабайт. Немножко уже что-то занято. Практически все свободно. Параметр expand size мы пока с вами опустим. Фрагментация у нас 0%. Занято у нас 0%. Дедупликацию пока тоже рассматривать не будем. Пул наш находится в состоянии онлайн. То есть он абсолютно здоров. И параметр altroot мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Также у нас есть еще одна команда zpoolstatus. И если мы укажем без каких-либо дополнительных параметров, то у нас выдастся статус всех абсолютно пулов, которые в данный момент времени импортированы в систему. Но давайте пока без параметров. У нас один-единственный пул. zpool0. Здесь чуть более расширенная информация в плане того, какие именно дисковые устройства участвуют в нашем пуле. У нас это один-единственный диск VDA. И также здесь еще указывается, какой тип пула и каким образом объединены жесткие диски в этих типах пулов. Но об этом чуть-чуть попозже мы поговорим. Сейчас пока у нас в пуле всего один-единственный жесткий диск, одно устройство. Теперь давайте посмотрим, а что же команда zpool сделала с нашим диском, какую таблицу разделов создала, какие разделы и так далее. утилита parted, dfvda, и давайте посмотрим на принт. Мы видим, что по умолчанию zfs предпочитает таблицу разделов типа grid partition table. Также она достаточно интересно разметила этот жесткий диск. Первый раздел жесткого диска занимает практически все предоставляемое пространство, почти на 8 гигабайт информации. И создан девятый раздел. Это системный раздел, где файловая система zfs хранит свои системные параметры. Хорошо, выходим отсюда. Теперь мы можем с вами, после того, как мы создали пул, мы можем его попробовать удалить. Если по каким-то причинам нам пул не нужен, мы можем удалить его с помощью команды zpool-deстрой, далее указать наименование этого пула в качестве параметра, и обратите внимание, что эта команда не запрашивает подтверждения на удаление. Поэтому если вы удаляете, то команда отрабатывает, и у нас с вами больше пулов нет. Проверить это можно с помощью команды, например, zpool-list, и все данные были уничтожены. Поэтому с этой командой будьте особенно осторожны. Та ситуация, которую я описал, когда у нас есть целый жесткий диск, и он абсолютно свободен, и он никаким образом не размечен, она достаточно уникальна. В большинстве случаев у нас с вами есть уже какой-то диск, он как-то уже подготовлен, там есть свои разделы, там есть таблица разделов, и мы можем лишь только какую-то часть из этого диска выделить, например, под какой-либо новый пул. Таким образом, давайте рассмотрим еще одну ситуацию, что если у нас жесткий диск имеет какие-то дополнительные разделы, и нам в качестве параметра для создания пула необходимо указать не весь диск целиком, а только лишь какой-то его кусок, то есть какой-то раздел. Давайте с вами создадим здесь новую таблицу разделов. Ну, давайте до этого у нас команда ZpoolCreate создавала таблицу разделов типа GUID PartitionTable. Давайте создадим MS-DOS. Да, согласимся. Посмотрим, что у нас таблица разделов действительно MS-DOS, и у нас пока никаких разделов нет. Давайте создадим здесь раздел жесткого диска, пусть он будет у нас Primary. Тип файловой системы нас не интересует. Стартовое значение пусть он будет с самого начала, с первого мегабайта. Ну и, собственно, здесь нет необходимости разбивать на несколько разделов жесткого диска. Давайте по самый конец. Таким образом, по крайней мере, будет видно, что у нас есть один-единственный раздел жесткого диска, и в качестве параметра для команды ZpoolCreate мы будем передавать уже раздел жесткого диска. Все, после того, как мы с вами его разметили, можем отсюда выходить, и давайте с вами снова создадим новый пул. С помощью команды ZpoolCreate мы можем с вами создать новый пул. Назовем его, ну давайте так же, Zpool0, и в качестве уже параметра можем передать параметр DEVVDA, и уже указатель на первый раздел жесткого диска. Если бы у нас был какой-то другой раздел жесткого диска, то мы бы могли указать второй раздел, третий раздел, ну и так далее. Забегая вперед, скажу, что это не самое правильное указание наших разделов жестких дисков, или целиком дисков. Чуть попозже я обращу ваше внимание на это. Команда сейчас отработала без каких-либо проблем, у нас с вами не выскочило никаких ошибок, и давайте посмотрим на параметры нашего пула. Во-первых, возьмем ZpoolList, и мы увидим, что у нас здесь информация практически идентична предыдущей. ZpoolStatus даст нам тоже информацию о том, что у нас существует пул, но уже в качестве дисковых устройств мы увидим, что у нас не VDA целый диск, а только раздел этого жесткого диска. Вся остальная информация абсолютно идентична. Теперь мы можем с вами снова этот пул удалить, и обратим внимание на следующее. Когда я в качестве параметра указываю устройство DEVSDA, или вот VDA в моем случае, это является не совсем верным. И вот по какой причине. Когда загружается ядро операционной системы, и когда запускается система по определению жестких дисков, то наименование SDA, SDB, SDC и так далее, система раздает в зависимости от того, как жесткий диск физически подключен к нашему компьютеру. То есть какой порт SATA или SCAZI, или любой другой подключен. Соответственно, если у нас подключен в SATA первый порт, то с очень высокой вероятностью у нас диск получит значение SDA, или в моем случае VDA. Если будет во втором порту, то соответственно SDB, ну или в моем случае это VDB и так далее. Если мы с вами физически возьмем и поменяем местами два этих жестких дисков, то у нас второй диск станет SDA, а первый диск станет, ну например, SDB. В большинстве случаев ZFS при старте разберется сама, но это является не совсем корректным, потому как в некоторых случаях у нас может произойти ошибка импортирования пула. Ну то есть когда мы загружаемся в нашу операционную систему, ZFS постарается найти все устройства, которые были в предыдущем подключении правильно сделаны, а в этот раз, например, мы допустим перепутали кабели. И таким образом она может какой-то пул не импортировать, потому что будет неоднозначный выбор для определения жестких дисков, которые находятся в этом пуле. Для того, чтобы нам исключить ситуацию, когда у нас может быть кабели поменены, и в результате импорт пула может пройти с ошибкой, мы должны при указании, когда мы с вами создаем пул, указывать не устройство VDA1 или SDA1, а указывать устройство, которое у нас находится в каталоге DEVDISK BY ID. Вот здесь у нас находятся символьные ссылки на указатели, которые мы только что с вами рассмотрели. В этих символьных указателях находится всегда наименование, полное наименование этого устройства, вплоть до марки жесткого диска и его серийного номера. Таким образом, если мы создаем пул и указываем в качестве параметра блочного устройства именно вот эту символьную ссылку из каталога DEVDISK BY ID, то у нас, даже если мы поменяем физические кабели местами, у нас команда ZpoolImport отработает легко. То есть она найдет эти устройства в любом случае и нормально импортирует наш пул. У нас ошибок с импортированием пула не будет. Но так как у меня это виртуальная машина, у меня здесь очень многие устройства не отображаются. В качестве, например, примера DEVVDA1 у меня здесь не отображается. Хотя VDB1, как мы видим, логический том, он здесь присутствует и выглядит вот таким образом, с уникальным идентификатором. Чтобы продемонстрировать, как это выглядит на реально работающей системе, я открою снова терминал на своей хостовой машине и покажу вам следующее. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что у меня в Zpool лист отрабатывает. У меня есть здесь какой-то набор пулов. У меня их тут 5. И давайте посмотрим, ну, конкретно вот Zpool 0. Если мы посмотрим ZpoolStatus и укажем в качестве параметра только тот пул, который нас интересует, мы увидим информацию о нем. И обратите внимание, что я вам уже рассказывал. У нас здесь есть наименование пула. Все понятно. И у нас есть тип пула. То есть у меня в этом пуле находятся два жестких диска. И они располагаются в так называемом Mirror типе. То есть это зеркало, зеркальный пул. Или в простонародье, в SoftRate, он называется Raid 1. А далее в этом пуле у меня находятся два устройства. И здесь не просто ссылка на VDB1 или VDC1, как, например, мы делали уже с вами до этого. А здесь именно указание на символную ссылку из каталога DEVDISK BY ID. Но давайте, чтобы не просматривать все полностью мои диски, давайте посмотрим только диски ATTA. И вот мы видим, что у меня есть здесь действительно два жестких диска. Если бы мы указывали на ссылку в каталоге DEV, то это были бы диски SDF и SDE. Ну, соответственно, второй раздел для первого и второго диска. Поэтому при указании при создании пула желательно указывать в качестве блочных устройств символьные ссылки, которые находятся в этом каталоге. Таким образом, вы сможете однозначно идентифицировать то устройство и тот раздел этого устройства, на который вы хотите ссылаться. Уже где-то ближе к концу, когда мы с вами уже полностью подготовим этот жесткий диск правильно, мы уже будем делать именно так. Мы будем ссылаться на правильное устройство. А сейчас пока в качестве тестов мы будем продолжать с вами использовать обычно привычные для нас наименования. Это VDA1, VDB1, ну и так далее. Итак, давайте будем двигаться с вами дальше. Когда мы с вами создаем пул, мы можем указать некоторые параметры этого пула для того, чтобы они были уже созданы не с параметрами по умолчанию, а с теми, которые нам нужны. И давайте рассмотрим некоторые параметры из них. Давайте убедимся, что у нас никаких пулов в данный момент времени нет. Давайте все-таки подготовим диск VDA уже чуть ближе к конечному результату. Во-первых, я бы хотел использовать все-таки таблицу разделов не устаревшую MS-DOS, а уже более современную GWT Partition Table. Поэтому я бы уже здесь создал таблицу разделов GWT Partition Table. Да, и создал бы здесь первый раздел. Наименование. Ну, допустим, давайте ZFS. Тип файловой системы нас не интересует. Стартовое значение с первого и по самый конец жесткого диска. Таким образом, у нас здесь всего лишь один-единственный раздел этого жесткого диска, и его мы будем с вами использовать. Как я уже только что сказал, при создании пула мы можем сами не указывать никаких параметров, и тогда у нас пул создастся с параметрами по умолчанию. А можем эти параметры изменить прямо уже на этапе создания этого пула. Давайте еще раз создадим пул. Пока просто обычный пул. И укажем в качестве параметра дискового устройства VDA1, первый раздел жесткого диска, который только что создали. И давайте посмотрим, какие у нас параметры вообще могут быть. С помощью команды zpool.get мы можем с вами получить, либо указав какое-то конкретное значение параметра нашего пула, либо указав параметр all, и тогда у нас будут полностью все параметры того пула, который мы укажем. Обратите внимание, здесь достаточно большое количество параметров, и некоторые из этих значений мы уже знаем. То есть, например, размер, size мы уже точно знаем. Мы видели до этого, когда делали команду zpool.list, мы видели значение параметров capacity, то есть его емкость. Мы видим, что у него параметр alt.root пока не указан. Я сказал, что мы чуть-чуть попозже к нему вернемся. Ну и так далее. Этих параметров здесь много, но забегая вперед немного в будущем, мы с вами, когда будем рассматривать команду zfs, там еще больше параметров. И вот некоторые параметры отсюда мы можем уже прямо сразу задавать, когда мы с вами создаем пул. Я бы хотел сейчас обратить ваше внимание на параметр а-шифт. Давайте сейчас снова удалим этот пул. И уже будем его создавать с измененными параметрами по умолчанию. Параметр а-шифт указывает нам на то, каким образом пул должен работать с жесткими дисками в разрезе его физического кластера, размера физического кластера. У каждого жесткого диска есть какой-то определенный размер физического кластера. Узнать мы его косвенно можем по, например, утилитой Parted. Давайте возьмем диск DefVDA и возьмем привычно Print. Мы уже видели этот параметр, но пока не обращали на него внимания. Сектор Size. У нас есть логический и физический размер нашего сектора. В данном случае у меня совпадают эти два значения, оба по 512 байт. Бывают диски, у которых физический размер кластера 4 килобайта. Логически может быть варьироваться от 512 до тоже 4 килобайт. В большинстве случаев, практически в 99% случаев, у нас есть всего два параметра физического размера кластера. Либо 512 байт, либо 4096 байт, то есть 4 килобайта. Таким образом, для того, чтобы нам при создании пула указать файловой системе ZFS, каким образом мы можем работать с нашим диском более оптимально, мы должны будем обратить внимание именно на этот показатель. И давайте теперь с вами создадим пул, уже узнав информацию о том, что у нас физический размер, в частности вот этого моего виртуального устройства, равен 512 байтам. ZPool. Create. А далее через параметр O маленькое мы можем последовательно указывать измененные параметры нашего пула. Нас пока сейчас интересует параметр A shift. Равно. Далее нам нужно будет указать число. И это число будет как раз относиться к физическому размеру кластера. Это число у нас, как я уже сказал, в большинстве случаев, либо 512 байт, либо 4 килобайта. И поэтому A shift у нас может принимать два значения. Либо 9, в случае если мы указываем, что у нас физический размер кластера 512 байт, или 12. 9 или 12 это число 2 в степени. Если мы возьмем 2 в степени 9, мы получим 512 байт. Если мы получим 2 в 12 степени, зададим в калькуляторе, то мы получим 4096 байт или 4 килобайта. Поэтому, если у вас физические диски имеют размер физического кластера 512 байт, то вам нужно указать A shift 9. Если же у вас физический размер кластера 4 килобайта, то вам нужно указать 12. Если вы сомневаетесь, если вы не знаете, то указывайте по умолчанию 12. Но я точно знаю, что у меня 512 байт, поэтому я укажу 9. Таким образом, при создании пула мы можем уже сразу же указывать какие-то его параметры. Причем, если мы рассматриваем седьмую версию ZFS, та, которая вот сейчас удивительным образом была установлена, то этот параметр мы можем менять впоследствии, то есть после того, как мы создали пул. Но до этого в шестой линейке, в шестой версии ZFS, этого делать мы не могли. То есть мы при создании пула жестко уже указываем этот параметр, и изменить его потом будет невозможно. Ну, давайте на самом деле сейчас создадим и проверим, можно ли будет это сделать. Далее пока мы делаем все точно так же, то есть указываем наименование нашего пула и указываем те устройства, которые должны в нашем пуле появиться. Ну, у нас пока это всего лишь один единственный раздел жесткого диска. Готово. Теперь, если мы возьмем Zpool.get, давайте весь список мы не будем просматривать, а возьмем только лишь параметр AhShift нашего пула. Мы увидим наименование пула Zpool 0, его свойство, которое нам нужно, это AhShift, и значение у него 9. Если вы обратили внимание, до этого, когда я создавал пул с параметрами по умолчанию и выводил листинг всех параметров на экран, то там AhShift, значение AhShift равнялось 0. 0 это значит значение по умолчанию. Zpool самостоятельно выбирает это значение для пула при создании его без указания значения AhShift. Давайте попробуем сейчас с вами изменить это значение. Ну, что если у нас, допустим, диски поменялись? У нас был один диск в пуле, потом мы поменяли его на другой диск. Размер физического кластера у нас в результате поменялся, и мы хотим его также поменять. С помощью команды zpoolset мы можем указать значение. Для параметра AhShift давайте укажем значение 12 и возьмем наименование пула zpool 0. Повторюсь, что в шестой версии этого сделать было нельзя. В седьмой версии это сделать можно, и это очень хорошо. Давайте теперь проверим, что у нас действительно поменялось значение. Да, оно у нас поменялось, но нам это не нужно. У меня размер физического кластера точно знаю, что 512 байт. Готово. Поменял его обратно. Движемся дальше. Я уже упоминал об импорте пула. Я говорил о том, что если мы с вами не совсем правильно укажем в качестве параметров блочных устройств при создании пула значение этих блочных устройств, то у нас может пул в будущем, если мы поменяем кабели особенно, может не импортироваться. Что я имел в виду? Когда мы с вами производим импорт пула, при создании этого пула, например, когда мы пользуемся командой zpoolcreate, это автоматически происходит, но мы можем с вами и вручную проделывать эту операцию. Импортирование пула в систему означает, что пул доступен для того, чтобы мы могли с ним производить какие-то действия, изменять параметры или впоследствии создавать датасет и, соответственно, записывать туда данные или считывать оттуда данные. Для того, чтобы импортировать пул, у нас есть команда zpoolimport, но так как у нас сейчас все пулы уже импортированы, то импортировать нам нечего. Если мы просто запустим эту команду без каких-либо параметров, команда zpoolimport выдаст нам весь список тех пулов, которые не импортированы в нашу систему и которые могут быть импортированы. Как вы видите, у нас никаких пулов нет. Для того, чтобы экспортировать пул, то есть отключить его от нашей системы, нам необходимо воспользоваться командой zpoolexport и указать в качестве параметра наименование пула. После того, как эта команда отработает, у нас с вами этого пула в системе не будет. Если мы посмотрим zpoollist, то мы увидим, что у нас нет никаких пулов. Тем не менее, этот пул есть и мы можем его импортировать, то есть подключить к нашей системе. Если мы просто введем команду zpoolimport без каких-то параметров, у нас с вами команда выдаст о том, что у нас есть такой-то пул с наименованием zpool0, его идентификатор. Мы можем, кстати, когда мы работаем с пулом, указывать в качестве параметра не наименование пула, а его уникальный идентификатор. Далее мы видим, что этот пул у нас в работающем состоянии. Мы видим, как он называется, мы видим, какие диски и в каком типе они указаны в этом пуле, и мы, в принципе, можем его импортировать. В разделе Action мы видим, что у нас этот пул может быть импортирован, и мы можем использовать наименование или его идентификатор в качестве параметра для импорта этого пула. Зачем нам может быть нужно импортирование и экспортирование пула? Для того, чтобы мы могли импортировать этот пул, то есть подключить его к систему, с какими-то своими собственными параметрами, отдельными параметрами. Но об этом чуть-чуть попозже, пока мы с вами рассматриваем возможные варианты использования команды zpool. И давайте с вами импортируем zpool и укажем с вами в качестве параметра наименование нашего пула. После того, как команда успешно отработала, мы видим, что у нас этот пул появился в системе. Он у нас уже есть и он у нас подключен. Давайте двигаться дальше. Пул мы с вами создали уже, пока с теми параметрами, которые мы указывали. Но напрямую записать данные и считать полезные нам данные в пул мы не можем. Пул это, как я уже говорил, некое логическое объединение физических устройств. Ну, в частности, разделов жестких дисков, либо непосредственно самих жестких дисков. Для того, чтобы мы могли сохранять в ZFS свои данные, и считывать свои данные, есть отдельная сущность в ZFS, которая называется датасет. Когда мы с вами создаем пул, по умолчанию создается, естественно, сам этот пул с наименованием zpool0, а также создается корневой датасет с точно таким же наименованием. Для того, чтобы работать с датасетом, у нас есть команда zfs, и также по аналогии zpool мы можем с вами посмотреть все те датасет, которые есть. Как я уже сказал ранее, когда мы с вами создаем пул, у нас автоматически создается корневой датасет с таким же наименованием zpool0, и если мы не указываем никаких параметров, то по умолчанию уже автоматически создается в корневой директории каталог с таким же самым наименованием, и происходит монтирование этого датасет в этот каталог, в эту директорию. И таким образом мы можем с вами начать уже записывать какие-то данные туда, либо считывать оттуда данные. Давайте посмотрим, что у нас действительно такой каталог существует. Да, он есть. И мы можем там, например, создать какой-нибудь каталог и проверить, что он там был создан. По аналогии с LVM, с диспетчером логических томов, мы можем сделать некое сравнение. Если у нас пул в файловой системе zfs, в частности у меня zpool0, это в LVM некая аналогия volume group, то датасет это уже некий набор логических томов. Но отличие от этих логических томов от датасет заключается в том, что датасет, во-первых, не является блочным устройством, то есть мы не видим его как блочное устройство, хотя мы можем создать отдельно volume, но об этом чуть-чуть попозже. И у нас с вами датасет имеет древовидную структуру, то есть мы можем с вами от корневой нашей датасет, которая имеет такое же наименование, как и пу, создавать некое подобие древа. Давайте для примера это сделаем. Датасет можно создать с помощью команды zfs-create точно так же, а далее мы можем указать наименование, во-первых, наименование корневого датасет, а далее указываем весь тут путь к конечной нашей ветви. Ну у нас единственное пока что есть корень, давайте создадим, ну допустим, data1, и если по умолчанию мы создаем, то этого вполне достаточно для того, чтобы нам создать с вами наш датасет. Если мы посмотрим zfs-лист, то увидим, что у нас есть уже некий еще один датасет, он получил также по умолчанию точку монтирования, data1, и мы можем посмотреть, что у нас в zpool 0 есть. Там есть тот каталог, который мы с вами до этого создавали, тест, и автоматически команда zfs-create создала отдельный каталог, data1, и произвела монтирование нашего датасет с таким же наименованием в этот каталог. Давайте еще один создадим для примера, zfs-create, zpool 0, ну допустим, data2. Мы увидим, что у нас есть. И чтобы показать, что это все-таки древовидная структура, вот мы создали две ветви от корня, и давайте еще создадим, например, zpool 0, data1, например, допустим, files1, например, вот так. И в data2 мы создадим, например, ну допустим, tank1. И после этого мы можем посмотреть zfs-лист, и мы увидим, что у нас от корневого датасет zpool 0 создалась сначала одна ветвь data1, files1, и другая ветвь data2, tank1. Каждый из этих датасет может иметь свой собственный набор параметров. По умолчанию параметры наследуются от параметров по умолчанию корневой файловой системы. Поэтому если мы создаем с вами пул и создаем с вами, естественно, корневую файловую систему или корневой датасет, мы можем с вами указать какие-либо параметры. Также мы с помощью zfs по аналогии с zpoolget мы можем с вами посмотреть параметры нашего датасет. Давайте конкретно укажем, например, zpool 0. И мы увидим, что тут достаточно большое количество параметров. Гораздо больше, чем при просмотре параметров нашего пула. Какие-то параметры из этого мы можем изменять, какие-то нет. Но пока на данный момент времени мы с вами просто посмотрим, что эти параметры есть. А потом при создании пула и при создании файловых систем мы уже будем более внимательно смотреть, какие параметры нам необходимо поменять, для каких случаев. Давайте поговорим сейчас немножко о монтировании. Если мы с вами снова посмотрим команду zfs list, у нас будет выведен все датасет всех пулов, которые в данный момент времени находятся в нашей системе. Если нам нужно вывести датасет какого-то одного конкретного пула, то нам нужно будет указать его наименование. Если просто без параметров, то у нас будет выведен корневой датасет. А если нам нужно полностью рекурсивно вывести все ветви этого датасета, то нужно указать параметр r. И тогда у нас будет выведен только список датасет конкретно нашего, в данном случае наименования пула, либо корневого датасета. Теперь давайте поговорим о монтировании, о точках монтирования. Обратите внимание на колонку MountPoint. Мы видим, что у нас каждый из наших датасет имеет какую-то точку монтирования. Причем по умолчанию точка монтирования создается таким же древовидным способом. Но мы можем изменять эти параметры, причем у любого датасет, так как нам необходимо. Например, давайте, чтобы было все правильно, создадим, например, каталог в MNT. Давайте назовем Data1 и пусть этот каталог мы впоследствии отдадим под датасет Data1. Теперь, если нам у этого датасет Data1 нужно поменять точку монтирования, нам не нужно, чтобы она находилась там, а именно в том каталоге, который мы только что создали, мы можем также изменить с помощью изменения параметров, как мы этого делали. То есть ZFS Set, указать параметр, MountPoint, далее указать точку монтирования MNT Data1 и указать, какой именно датасет мы хотим поменять. Мы хотим поменять параметр DataSet Data1. После этого, если мы посмотрим опять на лист, то мы увидим, что у нас точка монтирования нашего Data1 изменилась, а также автоматически поменялись точки монтирования всех его ветвей. Ну, в данном случае у нас всего только одна ветвь, это Files1, и у него также поменялась точка монтирования. Это параметр по умолчанию. Если он нас не устраивает, в будущем я покажу вам, как от этого избавиться, так чтобы у нас точки монтирования автоматически таким образом не создавались. Ну, в каком-то случае это может быть удобно. Для того, чтобы убедиться, что у нас не только в самой ZFS файловой системе отображается монтирование, мы можем воспользоваться привычной нашей командой df-h и убедиться, что у нас наши датасет успешно смонтированы и отображаются с помощью этой команды. То есть мы видим, что у нас все правильно, данные отображаются верно. И точки монтирования соответствуют, что команде ZFS list, что команде df-h. Система распознает верно. По аналогии с zpool мы можем также удалить какой-либо из датасетов, например, zfs-deстрой команда. И далее мы указываем тот датасет, который мы хотим с вами удалить. Ну, например, я хочу удалить zpool 0, data 2, tank 1. Обратите внимание, что опять-таки эта команда не спрашивает подтверждения, а удаляет сразу. И в этом случае все данные теряются. Поэтому что с zpool destroy, что с zfs destroy, будьте особенно осторожны. Давайте убедимся, что у нас все действительно удалилось. Мы видим, что у нас был data 2 tank. Он у нас сейчас отсутствует. Ну, естественно, автоматически произошло размонтирование этого датасет от системы, но мы уже это смотреть не будем. Теперь, когда мы с вами рассмотрели монтирование, давайте снова вернемся к пулу и посмотрим на его параметр, который я сказал, что мы рассмотрим чуть позже, который называется altroot. И давайте рассмотрим на примере, что это такое. Давайте предварительно создадим каталог, ну, допустим, там же в МНТ, и назовем его, ну, так же, как, например, допустим, pool, zpool 0. Пока он ни к чему не привязан, туда монтирования никакого нет. Никакая из датасет туда не смонтирована. Теперь мы наш пул экспортируем, то есть отключим от нашей системы. После того, как мы произвели экспорт, если мы посмотрим ZFS list, то у нас нет никаких датасет, ну, и также, естественно, никаких пулов у нас нет. Соответственно, в каталогах, которые мы до этого создавали, и в которых были точки монтирования, там никаких данных, которые были сохранены в этот пул, нет. Теперь, что если нам необходимо смонтировать наш пул, но нам необходимо все точки монтирования сместить относительно какого-то другого каталога. Я не зря создал каталог МНТ zpool 0. Сейчас мы с вами при импорте нашего пула в качестве параметра altroot укажем именно его. И давайте посмотрим, что будет. Давайте сделаем zpool import с параметром R. Это как раз именно указывается параметр altroot. А далее мы указываем, какой каталог нам нужно указать в качестве параметра для altroot. И укажем наш пул, наименование нашего пула. Пул успешно импортирован. Если мы с вами посмотрим zpool list нашего пула, то мы увидим, что параметр altroot поменялся. И он стал тот каталог, который мы с вами указали при импорте. МНТ zpool 0. Теперь, если мы посмотрим с вами на zfs list нашего zpool 0 рекурсивно, то мы увидим, что у нас все точки монтирования, которые существовали до этого, сместились относительно этого каталога. Таким образом, где нам это может быть полезно? Нам может быть полезно тогда, когда мы с вами должны будем импортировать более чем один пул, например, несколько пулов, но у них у всех указаны одинаковые точки монтирования. Ну, там, допустим, нам необходимо какие-то данные взять. Например, мы откуда-то из другого места принесли жесткие диски из zfs, и нам нужно туда данные вытащить. Таким образом, мы можем с вами импортировать этот пул, но с указанием смещения. Это первый пример. А второй пример, это чуть далее мы с вами рассмотрим, когда мы будем с вами создавать уже непосредственно датасет, для того, чтобы перенести нашу операционную систему на файловую систему zfs. Этот параметр altroot нам очень сильно пригодится. И теперь давайте уже начнем подготовку нашего пула, для того, чтобы можно было туда перенести существующую операционную систему. Для этого мы можем с вами наш пул удалить, потому что там не совсем оптимальные параметры, и нам его нужно немножко по-другому настроить. Удаляем. Теперь давайте мы с вами создадим пул, уже специально подготовленный под перенос текущей операционной системы на файловую систему zfs. И перед этим мы с вами давайте подготовим жесткий диск. С помощью утилиты parted указываем на наш жесткий диск, который нужно подготовить в dfvda. И давайте посмотрим, что у него есть. Посмотрим принт. Мы создавали partition table типа GUID partition table. Давайте будем использовать его. Он все-таки более современный, более продвинутый и надежный по сравнению с MS-DOS. Но нам необходимо будет с вами создать немножко по-другому разделы. Мы помним, что наша операционная система запущена на микрокоде материнской платы типа BIOS или UEFI, который работает в режиме Legacy Support. Для того, чтобы у нас система успешно запустилась, нам нужно сделать следующее. Давайте мы с вами удалим первый раздел и начнем создавать. Для того, чтобы нам с вами загрузиться с нашего диска, у которого таблица разделов типа GUID partition table, а микрокод материнской платы BIOS или UEFI в режиме Legacy Support, нам необходимо создать первый раздел. Давайте назовем его BIOS Grab по наименованию флага, который нужно установить. Тип файловой системы нас не интересует. Стартовое значение с первого мегабайта и конечное значение второй мегабайт. То есть нам необходимо будет создать крохотный маленький раздел, который имеет размер всего лишь в один мегабайт. Также мы с вами должны будем создать еще один раздел. Назовем его ZFS. Вот этот уже тот раздел, в котором будет находиться у нас файловая система ZFS и наша операционная система. Тип файловой системы нас пока не интересует. Стартовое значение у нас будет конечное значение предыдущего раздела, то есть второй мегабайт, и по самый конец жесткого диска. Таким образом, у нас с вами есть два раздела. Первый раздел и второй. Первый у нас, как я уже сказал, будет со специальным флагом. Давайте его установим. Set BIOS Grab On. Также необходимо указать, на какой именно раздел мы хотим установить этот флаг. Все. А второй раздел жесткого диска мы как раз отдадим под создание пула. В отличие от предыдущих вариантов, которые я показывал, там мы использовали сразу же либо целиком жесткий диск в начале, либо первый раздел жесткого диска. А сейчас мы должны очень внимательно указать именно второй раздел жесткого диска. Давайте еще раз посмотрим принт и посмотрим, что да, флаг у нас установлен, и все разделы созданы. Все. Отсюда мы выходим. Теперь давайте уже правильно создадим наш пул с параметрами. Указываем zpool.create. Первое, что мы должны будем с вами указать, это параметр hshift. Как я говорил, выше у нас есть два варианта. Либо 9 для физического размера кластера 512 байт, либо 12 для физического размера кластера 4 килобайта. Я точно знаю, что у меня 512 байт, я указываю 9. Дальше параметр altroot. Я до этого создал каталог, специально назвал его zpool 0. Вот мы его и будем использовать. Далее при создании нашего пула мы уже сразу же можем передать некие параметры по умолчанию для нашего корневого датасет. Ну и соответственно для последующих по умолчанию. Через O большое, параметр O большое, мы будем изменять уже параметры нашего корневого датасет. Давайте, во-первых, укажем параметр canmount off, то есть мы отключим возможность монтирования нашего корневого датасет. В этом нет необходимости, так как у нас это будет системный диск, и на этой файловой системе zfs в этом пуле у нас будут располагаться системные данные. И корневой датасет нам нет необходимости куда-либо монтировать и записывать туда что-либо естественно. То есть таким образом при указании этого параметра смонтировать этот датасет корневой, который у нас создастся, мы уже не сможем. Ну и это правильно. Далее мы можем указать с помощью параметра compression, во-первых, включить сжатие данных, который будет записываться в нашу файловую систему zfs, во-вторых, указать, во-первых, какой именно нам необходимо указывать метод. Я бы рекомендовал вам использовать метод сжатия lz4, он достаточно быстрый и он достаточно эффективный. То есть, конечно, есть у нас, например, мы можем указать gazip, и тогда возьмется параметр по умолчанию сжатия равный 3, либо указать самостоятельно параметр сжатия, например, от единички, самое простое сжатие, самое быстрое, но тем не менее менее эффективное. Либо возьмем, например, 9, что означает, что данные будут сжиматься очень сильно, но на это потребуется достаточно большое количество процессорного времени. Параметр lz4 дает нам возможность использовать компрессию lz4, и эта компрессия является наиболее эффективной. Следующий параметр – расширенные атрибуты. По умолчанию, если не указывать его, то у нас расширенные атрибуты будут храниться в виде отдельных скрытых файлов. Это не всегда является правильным и не всегда является эффективным. Поэтому у нас есть несколько вариантов. Мы можем либо просто включить он, либо указать параметр s.a. Давайте я выровняю, чтобы было видно. Вот так вот. Параметр s.a является наиболее оптимальным. Далее давайте мы укажем параметр normalization, и с помощью него мы укажем поддержку языков для наименования файлов, которые будут у нас располагаться в наших датасетах. Но обычно рекомендуют указать форм D. Уже на этапе монтирования видео я обратил внимание, что упустил совсем из вида один важный параметр. Нам нужно установить значение параметра a time в off. Таким образом мы отключаем сами обновление времени доступа к файлу каждый раз, когда к нему обращается операционная система. Для того, чтобы у меня сейчас две части видео сошлись, этот параметр я отсюда сотру, но вы обязательно его включите в список этой команды. Далее мы можем указать параметр mount point, то есть точку монтирования. Мы можем коротко это сделать. Таким образом мы укажем, что нам не нужно монтировать корневой датасет никуда. Мы установили параметр conmount off. Впоследствии мы создадим свои собственные датасет, и вот их мы уже будем монтировать в те точки, которые нам необходимы. Чтобы избежать каких-либо ошибок при создании этого пула, как, например, когда мы в самый-самый первый раз создавали пул, а там не было никакой таблицы разделов, у нас команда zpool вышла с ошибкой и сказала, что если вы хотите создать на отсутствующей таблице разделов что-либо, вы должны будете указать параметр force. Давайте мы укажем его сразу же, параметр force, чтобы у нас автоматически уже все сразу же создавалось. После этого мы должны будем указать с вами наименование нашего пула. Давайте по умолчанию создадим zpool 0. Документации очень часто используются наименованием rpool. Вы можете использовать практически любое наименование, которое вам нужно, но есть некоторые слова, которые уже зарезервированы системой. Эти слова zpool, zfs и, возможно, еще какие-то слова, которые относятся к самой файловой системе zfs. Я просто тестировал эти два слова, и мне, естественно, система не дала создать пул с таким наименованием. Ну, смотрите сами. Я предлагаю вот такой вариант. Далее мы должны будем указать тип нашего пула. Ну, например, допустим, mirror. Это тип зеркала, то есть очень похоже на RAID 1. И перечислить те устройства, которые должны в этом зеркале участвовать. Но у нас только одно устройство, а для того, чтобы создать зеркало, необходимо минимум два. Поэтому мы это убираем. Или у нас есть разновидности RAID массивов, которые называются RAID Z, а дальше через DEFIS либо 1, либо 2, либо 3. Это различные типы пулов. Мы к ним вернемся как-нибудь в другом видео. У нас сейчас только один единственный жесткий диск, поэтому его мы и указываем. DEF VDA. И нам обязательно необходимо указать именно тот раздел, который мы с вами на предыдущем пункте подготовили. А мы подготовили именно второй раздел для создания этого пула. Вот таким вот образом более правильно будет создать пул. Единственное, что еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что я указываю диск VDA2, потому что у меня виртуальная машина и у меня в каталоге DEF DISC BY ID не создается этой символьной ссылки по умолчанию. В реальных же компьютерах создается отдельная символьная ссылка, о которой я говорил. И поэтому вы, когда вы будете работать на реальных компьютерах, вы должны будете указать здесь символьные ссылки на каталог DEF DISC BY ID, а далее уже соответственно наименование того раздела жесткого диска, полное наименование этой символьной ссылки, которое должно быть. А я на своей виртуальной машине указываю второй раздел диска VDA. Ну все, если я правильно написал, то система должна отработать и ошибок не должно быть. Да, все нормально. Теперь мы смотрим ZPOOL лист. Видим, что у нас создался POOL. Параметры мы уже с вами рассматривали все. И в конце AltRoot мы указывали с вами в MNT ZPOOL 0. Если мы посмотрим на ZFS лист, то мы увидим, что у нас корневой датасет создался ZPOOL 0. И мы видим, что точка монтирования ему никакая не присвоена. То есть у нас сейчас корневой датасет никуда не смонтирован. Ну и соответственно мы записать никаких данных пока что не сможем. И теперь давайте с вами создадим отдельный датасет для каждой точки монтирования. И уже будем ссылаться на то, что у нас должна быть там находиться наша перенесенная операционная система. Во-первых, давайте с вами создадим отдельный датасет для корневой точки монтирования. Ну давайте назовем его допустим ZPOOL 0 и назовем его Debian. И у нас этот датасет должна будет иметь с вами корневую точку монтирования. Так как там будут находиться файлы корневой системы. И поэтому через O маленькое мы можем сразу указать Mount Point и указать, что у нас должна быть корневая точка монтирования. Остальные параметры я, конечно, тоже могу поменять, но я оставляю их с параметрами по умолчанию. Да, я помню, что я создал этот каталог ZPOOL 0, но в этом каталоге у меня еще дополнительно присутствуют еще некоторые каталоги, которые надо было удалить. Давайте сначала перед тем, как мы будем создавать, давайте посмотрим, что у нас там есть. Да, и у нас там есть каталог отдельный MNT, который был создан, когда мы с вами экспортировали, а потом импортировали POOL с параметром AltRoot и, соответственно, там вся цепочка этих каталогов была создана. Ну и, соответственно, команда ZFSCreate сказала о том, что этот каталог не пуст и я не могу смонтировать туда новый датасет. Поэтому нам нужно будет с вами удалить аккуратненько в каталоге MNT ZPOOL 0 все, что там есть. Удаляем. Давайте проверим, создался ли у нас датасет. Да, он был создан. Точка монтирования у нас нормально указана. Давайте проверим, что у нас смонтирована эта файловая система и мы видим, что нет, она у нас не смонтирована. То есть у нас точка действительно указана все правильно. Она у нас правильно указана. Я сейчас чуть попозже обращу ваше внимание, почему именно так. А монтирования у нас этой файловой системы, этого датасет не произошло. Для того, чтобы у нас сейчас смонтировалась наша указанная датасет, Давайте воспользуемся командой zfs-mount, а дальше укажем zpool0 debian. Все, команда отработалась. Теперь давайте снова посмотрим, что у нас действительно наш датасет смонтировался. И обратите внимание, что смонтирована она в каталог mnt zpool0. Хотя при создании нашего датасета мы указывали в качестве параметра для точки монтирования корневой каталог. Давайте вспомним еще раз эту команду. Я ее сейчас найду. Вот она. Когда мы с вами создавали этот датасет, в качестве mount point мы указали корневую файловую систему. Собственно, почему так мы с вами рассмотрели на примере выше, когда рассматривали параметр alt root. Когда мы с вами создавали текущий пул, мы также указали с помощью параметра alt root именно вот этот каталог в качестве корневого. И теперь, естественно, все датасет, которые мы с вами создаем, они будут вести свою ветвь именно от этого каталога. А зачем мы это сделали? Вот зачем. Дело все в том, что, как я уже сказал, в этой файловой системе должны будут находиться файлы, которые сейчас находятся в корневой точке монтирования. Ну, то есть вот эти вот файлы. То есть вся эта структура сейчас должна будет оказаться именно там. И мы это сделаем. При загрузке операционной системы, когда у нас файловая система ZFS должна будет смонтироваться, она будет монтироваться, исходя из того, какую именно точку монтирования мы указали при создании датасета. А мы с вами указали корневую точку монтирования. И это правильно. Но дело все в том, что для того, чтобы сейчас этот датасет у нас смонтировалось, нам необходимо указать отличный от корневого каталог. И получается некоторое противоречие. С одной стороны, нам необходимо, чтобы значение mount point была корневая, потому как там должны будут находиться данные, которые находятся в корневой файловой системе. С другой стороны, как вы понимаете, смонтировать в корень сейчас вот именно вот этот датасет мы не сможем. Потому как мы только что видели на примере, как только в каком-либо из каталога располагаются данные, любые данные, у нас, соответственно, этот каталог смонтироваться, этот датасет смонтироваться в каталог не может. И в этом случае я специально заострил ваше внимание на параметре altroot. Altroot нам помогает. Мы можем сделать некое смещение относительно того каталога, который мы указываем в качестве параметра для altroot. А далее простроить ту структуру из точек монтирования, которая в будущем нам понадобится. Сейчас я буду создавать дальнейший датасет, и вы все увидите, убедитесь в этом. Итак, у нас с вами создан датасет для корневой точки монтирования. И давайте с вами еще дополнительно создадим датасет для домашнего каталога. Давайте также через параметр mount point введем, что у нас наш домашний каталог располагается по пути home. и укажем новый датасет. Он будет находиться у нас в zpool0debian, это будет ответвление от него, и он будет называться так же. Хотя мы можем назвать его и по-другому. Сейчас мы можем с вами таким образом создать, ну, для того, чтобы еще вернуться к вопросу о параметрах, мы можем вводить некоторые параметры, отличные от тех, которые были указаны в корневой датасет. Например, мы, допустим, можем указать еще один параметр. Например, ну, рекомендует в документации указывать так параметр setuid равно off. Этот параметр указывает на то, что сам по себе флаг setuid не может быть установлен на файлы, которые располагаются в этой системе. Все, после того, как мы с вами создали, мы можем еще раз посмотреть zfs-list для наших датасет. И обратите внимание, мы с вами создали датасет zpool0debianhome, и точка монтирования, мы указывали до этого точку монтирования home, а сейчас точка монтирования сместилась относительно параметра altroot. И таким образом у нас файловая система zfs не попыталась наш новый датасет смонтировать в реальный каталог home. Не в это место попыталась смонтировать, а монтирование произошло относительно смещения alt от altroot. Ну что ж, таким образом мы можем создать еще нужное нам количество датасет с необходимым количеством тех параметров, которые нам нужны. Давайте будем двигаться дальше. Сейчас нам нужно будет с вами создать отдельную область для подкачки. Когда мы с вами устанавливали эту операционную систему, я сказал, что область подкачки мы создавать не будем. Я чуть позже покажу вам, почему именно так. Сказал, что мы с вами при создании файловой системы zfs, при подготовке zfs, мы с вами отдельно эту область создадим. И здесь есть некоторый нюанс. Мы не можем просто создать, допустим, таким вот образом zfs create, например, zpool 0 swap. Мы не можем создать отдельный датасет под область подкачки. Если мы с вами попробуем ее создать, она, естественно, у нас будет создана. Но как только мы попробуем создать там область подкачки, с помощью команды make swap мы можем с вами, ну, что-то типа отформатировать какой-либо из разделов жесткого диска или любое другое блочное устройство или файл под использование в swap. Ну и давайте, допустим, в качестве параметра передадим то, что мы только что создали, тот датасет, который мы создали. У нас это не получится сделать. Нет такого файла, нет такого каталога. Для того, чтобы мы могли на файловой системе zfs создать область для подкачки, нам необходимо создать так называемый zfs volume. Создается он достаточно просто. Он создается с помощью команды zfs create. Далее с помощью параметра V указывается, что это у нас будет volume. Далее указывается его объем. Ну, в частности, нам понадобится объем, ну, примерно 1 гигабайт. Нет, у меня диски не такие большие, поэтому swap у нас будет примерно вот такой. И после этого мы можем с вами как указать дополнительные параметры, так и, собственно говоря, не указывать их. Давайте пока не будем указывать, рассмотрим пример создания. И после этого мы можем с вами уже указать наименование нашего будущего zfs volume. Это не датасет, это уже будет zfs volume. И это уже будет блочное устройство. То есть то, что мы только что с вами создали zpool 0 swap, он не является блочным устройством. Это датасет файловой системы zfs. А то, что мы с вами только что, вот прямо сейчас создаем, это у нас уже zfs volume. И это уже блочное устройство. И мы с вами увидим чуть позже, что это такое. Ну, давайте, допустим, создадим там же zpool 0. Давайте создадим swap 1. Volume создан. Если мы посмотрим на zfs list, полностью выведем рекурсивный список, то мы увидим некоторые отличия. Мы видим, что созданный ранее датасет swap у нас точку монтирования не имеет. Она у нас стоит known, но, тем не менее, мы можем поставить точку монтирования для этого датасет. А чуть ниже мы создали с вами zfs volume, который называли swap 1. И видим, что он у нас имеет какой-то уже конечный размер. И мы видим, что у нас этот датасет не может быть куда-либо смонтирован. У него отсутствует параметр mount point. Именно этот zfs volume мы можем использовать как блочное устройство для различных вариантов использования. Например, допустим, мы можем создать там область подкачки. Мы можем использовать этот диск в качестве блочного устройства для виртуальной машины или для любых других устройств. И давайте я сейчас удалю эти наши два, датасет и zfs volume, и создам уже правильно область под подкачку. Удаляем датасет swap и удаляем zfs volume swap 1. Готово. И теперь нам нужно будет ввести следующую команду для создания области подкачки, чтобы у нас область подкачки была настроена оптимальным образом. Давайте я немножко выровняю, чтобы было более понятно. Этот пример я также взял с сайта zfs on Linux. Там есть примеры, каким образом оптимально настроить тот или иной zfs volume или датасет. И давайте быстренько пробежимся, что же здесь есть. zfs create. Понятно, что мы что-либо создаем. Параметр минус v мы создаем zfs volume. Дальше мы указываем размер в гигабайтах, ну или в мегабайтах можно указывать, как угодно. Объем этого volume. Так как у меня диски небольшие, я для примера указываю swap область в 1 гигабайт. Вам же нужно исходить из того, что у вас сервер, или у вас ноутбук, или у вас стационарный компьютер. Ну и соответственно выбрать себе область подкачки. Не переживайте, если вы ошибетесь, вы можете точно такой же командой создать еще один volume. И также его потом использовать для swap, если вдруг вам будет недостаточно. Дальше через параметр b мы указываем размер блока. Мы берем его из параметра page size. Далее идут параметры, на которых пока я не заостряю ваше внимание. Единственное, что скажу, что мы включаем для этого zfs volume compression. И мы указываем compression типа zle. Это еще более простое, еще более быстрое сжатие, которое заточено только лишь на сжатие очень простых данных, что-то типа повторяющихся нулей. Ну и в конце мы указываем, собственно, наименование нашего zfs volume. Все, таким образом он у нас создан. Давайте на него посмотрим. Вот он у нас есть, размер у него 1 гигабайт. И теперь мы можем создать там область подкачки. И в качестве параметра блочного устройства мы должны будем указать dev. Все у нас zfs volume находятся в отдельно созданном каталоге zvol. Дальше идет наименование пула zpool 0. А в нем уже наименование dataset. Debian swap. Все. После этого мы видим, что команда успешно отработана. И у нас с вами создана область подкачки в этом zfs volume. Подготовительные работы у нас завершены. Давайте с вами убедимся, что у нас смонтированы наши dataset. В том месте, где они должны быть. Да, все правильно. Они смонтированы. Теперь для того, чтобы нам перенести существующую систему, мы сейчас будем заниматься именно этим. Давайте с вами создадим отдельно каталог. Пусть там же в MNT. И назовем его root. Готово. В этом каталоге у нас сейчас будет находиться снапшот нашей существующей системы. Когда мы с вами устанавливали операционную систему на LVM, я сказал, что нам необходимо будет создать всего один-единственный раздел для корневой точки монтирования, где у нас располагаются все вот эти вот данные. И я сказал, что необходимо будет создать LVM TOM не на все предоставляемое пространство. Если мы с вами посмотрим Volume Growth Display, то у меня занято где-то порядка 7,5 ГБ и примерно полгигабайта у меня свободно. Свободное пространство обязательно должно быть. И должно быть оно для того, чтобы мы с вами успешно создали снапшот. Мы создаем снапшот. Давайте введем наименование. Допустим, root snap, чтобы однозначно его идентифицировать. И в качестве параметра мы должны будем указать объем для колу таблиц. Ну и порядка 512 МБ у меня должно хватить. Я вижу, что у меня в моей группе 560 МБ примерно свободно. Все. И далее я указываю на то устройство, снапшот которого я хочу создать. Все. Я хочу создать снапшот на мой LVM TOM root. Теперь у меня есть снапшот. То есть я зафиксировал вот это вот состояние моей операционной системы, точнее файловое состояние. И теперь мне нужно это состояние перенести из снапшот в мою уже подготовленную ZFS файловую систему. Далее монтируем снапшот. Он у нас является блочным устройством в подготовленный каталог root, который я только что создал. Смонтировали. Теперь в этом каталоге у нас располагается, условно говоря, замороженное состояние файловой системы. И теперь с помощью команды rsync мы можем перенести все данные, которые располагаются в root в нашу ZFS файловую систему, которую мы уже до этого подготовили. И мы с вами указали в качестве параметра altroot смещение каталог zpool 0. То есть когда у нас все данные будут перемещены из снапшот, который у нас монтирован в mnt root, на датасет, у нас с вами должна быть картина идентичная тому, что сейчас мы видим в корневой точке монтирования. Перенос данных пошел. И давайте с вами вернемся, когда он закончится. Данные успешно перенесены. И давайте посмотрим, что у нас и где располагается. Мы видим, что у нас есть определенный датасет. И видим, куда они смонтированы в данный момент времени. И давайте посмотрим, что у нас там есть. Мы видим, что у нас в каталоге mnt zpool 0. Там не было никаких данных. И сейчас располагаются корневые данные. С учетом того, что у нас altroot указан именно в этот каталог. А когда мы с вами создавали датасет zpool 0.debian, мы в качестве mountpoint указывали именно корневую точку монтирования. То при перезагрузке у нас это будет корневая точка монтирования. И все данные, которые мы видим на экране, окажутся именно там, где надо. Я не зря застряю на этом внимание ваше. Потому что для понимания это может быть несколько сложно, особенно для новичков. И я показываю вам, что именно происходит при выполнении той или иной команды. Также обратите внимание, что у нас, когда мы вывели команду zpool 0.list, у нас объем capacity изменился. У нас там уже 6%. Фрагментации пока никакой нет. Все. После того, как мы перенесли данные, мы можем еще, кстати, убедиться в том, что те данные, которые располагались в каталоге home, в нашем snapshot, они оказались именно там, где надо. Но это мы можем также проверить с помощью команды ls-l и покажем, что у нас располагается в каталоге home. Да, там тоже располагаются у нас какие-то данные. Все хорошо. Теперь нам больше snapshot не нужен. Мы можем, во-первых, отмонтировать mnt-root. А после этого logical volume remove мы можем удалить root snapshot. Обратите внимание, чтобы вы удаляли именно snapshot. Да, мы хотим удалить snapshot. Все. Система у нас перенесена. Теперь нам осталось только лишь донастроить нашу существующую систему на ZFS. Для этого мы с вами смонтируем некоторые файловые системы, такие как proc. В mnt zpool.0 proc. Так как у нас структура вся полностью была перенесена из корневой в этот каталог, то у нас там эти каталоги должны быть. Проц мы смонтировали. Также нам необходимо будет смонтировать каталог sys и таким же образом каталог dev. После этого с помощью chroot мы можем зайти в нашу систему. И теперь мы уже находимся непосредственно в перенесенной системе. И давайте мы ее донастроим. Во-первых, у нас уже есть область, которую мы создали под область подкачки. Мы можем ее подключить. Например, давайте посмотрим всю информацию о том, какие именно области подкачки у нас подключены. Никаких нет. И давайте сделаем свапон. И укажем dev.zvolume. Укажем в качестве параметра ту область подкачки, которую мы с вами до этого подготовили. Все. У нас есть теперь область подкачки. И она сейчас используется. Далее, так как это у нас является, скажем так, слепок с нашей существующей промежуточной системы, нам нужно кое-что здесь донастроить. Здесь нам нужно будет сделать две вещи. Во-первых, dev.maper.vg0.root монтировался у нас в корневую точку монтирования. Нам это не нужно. Мы это можем удалить или закомментировать пока. И еще нам нужно будет с вами здесь дописать правила монтирования для нашей области подкачки. Вспоминаем, что у нас область подкачки была сделана в dev.zvolume. Дальше наименование нашего пула. Наименование датасет, в котором находится наш ZFS Volume. И, собственно, его наименование. И далее для области подкачки нам не нужно указывать точку монтирования. Нам нужно указать, что это у нас будет свап. В качестве типа монтирования опции мы указываем, что это опять свап область. И дополнительные параметры у нас 0.0. Вот такую строчку нам нужно будет с вами еще дополнительно записать, чтобы при перезагрузке у нас автоматически свап область подключалась к нашей операционной системе. Все, сохраняемся и можно отсюда выходить. Теперь, если вы помните, когда мы с вами устанавливали операционную систему, я сказал, что нам нет необходимости указывать свап область. Если все-таки вы указали свап область, или у вас уже есть существующая операционная система, которая построена на LVM, и вы хотели бы ее перенести на ZFS, то вам необходимо еще посмотреть один файлик. Находится он в ETK. И здесь у вас за место known будет написан путь к вашей свап области. Здесь необходимо поставить known. После этого сохраниться и выйти. Далее нам нужно будет с вами изменить параметры по умолчанию, которые относятся к grab. Здесь нам нужно будет сделать с вами следующее. В grab.cmdline нам нужно будет ввести вот такую строчку. Эта строка означает. Параметр boot. Мы указываем, что у нас файловая система ZFS. В качестве корневого пула мы указываем наименование нашего пула. То есть параметр rpool равен наименованию корневого пула. Это zpool0. А далее мы указываем в качестве корневой файловой системы параметра boot.fs именно тот датасет, в котором у нас располагается наша корневая директория. И располагается у нас на zpool0. И датасет называется debian. Сохраняемся. Выходим. Для большей уверенности мы можем еще изменить один параметр нашего пула. Давайте посмотрим zpool.get и параметр, который у нас называется boot.fs. нашего пула zpool0. Этот параметр в данный момент времени не установлен. И мы могли бы его также установить. По аналогии с тем, что мы только что с вами сделали в файлике default.grab. Мы можем с вами установить в качестве параметра zpool0.debian. Таким образом мы пулу указываем, что у нас загрузочная файловая система или загрузочный датасет именно такой. Теперь если мы с вами посмотрим его, то увидим, что у нас значение поменялось. У нас практически все уже готово для того, чтобы мы могли с вами перезагрузиться и загрузиться в нашу систему. Осталось только сделать апдейт init.rmfs. Давайте полностью обновим для всех ядер. Все, у нас успешно был создан файл init.rd. Теперь нам необходимо с вами будет произвести установку граба на наш жесткий диск. Когда мы с вами устанавливали операционную систему, мы указывали в качестве диска, на котором у нас должен находиться граб, второй жесткий диск. Второй жесткий диск у нас вспомогательный, он у нас не будет участвовать. Поэтому мы хотим загружаться именно с первого жесткого диска. И нам в качестве параметра нужно указать именно его. Диск VDA. Причем заметьте, не раздел какой-то жесткого диска, а именно целиком указатель на жесткий диск. Если мы все сделали правильно, то у нас все нормально установится. После этого нам нужно будет сделать апдейт граб. При обновлении граб у нас обнаружил нашу новую операционную систему, которая находится на файловой системе ZFS. И также нашел Debian, который у нас находится на LVM-томе. Предупреждениям можно пока не обращать на них внимания. Все, на этом перенос операционной системы на файловую систему ZFS мы завершили. Можем из CH-ROOT выходить. И можем с вами перезагружаться. Но для этого давайте я открою мою виртуальную машину. Вот эта виртуальная машина. И мы будем смотреть, как происходит перезагрузка. Залогинись под ней. Давайте сделаем ребут. Здесь я ничего не нажимаю. У меня автоматически загрузится с первого жесткого диска. Как вы видите, у нас, когда мы обновляли граб, была обнаружена еще дополнительная операционная система, которая находится на LVM-томе. Ну, естественно, предупреждение о LVM. И у нас система успешно загрузилась. Давайте посмотрим, что у нас произошло. И посмотрим, как у нас система была загружена. С чего именно загрузилась. Ну, самое простое, это вот посмотреть DF-H, и мы видим корневую точку монтирования, где она у нас находится. Она у нас находится на файловой системе ZFS. Также мы видим, что у нас есть еще одна отдельно смонтированная точка монтирования. Home, и она также находится в своем отдельном датасет. То есть, таким образом, мы с вами перенесли нашу существующую систему на файловую систему ZFS. Давайте я снова перейду в собственный свой терминал, на котором я работал. Снова залогинимся на эту виртуальную машину и посмотрим, какие у нас ошибки могли быть при старте. Мы можем посмотреть, что у нас при старте, какие ошибки показывались. Есть ли у нас вообще ошибки какие-то, и что у нас там было. Мы видим, что у нас при импортировании произошла ошибка. Ошибка импорта ZFS пула из кэш-файла. Я сейчас покажу, где этот файлик находится. Но на самом деле ничего страшного. У нас пул импортировался. Видимо, там данные немножко устарели. И посмотрим, что у нас еще, какие ошибки были. Все, больше ошибок никаких нет. По умолчанию файл кэша находится в ETK ZFS. И, собственно, вот он, Zpool Cache. Он сейчас у нас равен нулю, то есть там нет никаких данных. Скорее всего, система именно на это и ругалась. Ну, в принципе, ничего страшного. Впоследствии несколько перезагрузок, и я думаю, что эта проблема решится. Далее, у нас с вами остался еще один жесткий диск. У нас с вами два жестких диска. Первый диск VDA мы уже подготовили под ZFS, перенесли туда систему. Второй жесткий диск VDB и его раздел VDB1 нам уже не нужен. Там у нас располагалась промежуточная наша операционная система. Теперь мы можем последовательно разрушить нашу LVM структуру. То есть взять Logical Volume Remove, удалить наш LVM Tomroot. Да, мы его удаляем. Мы можем с вами удалить группу, которую мы до этого создавали, VG0. Ну и по-хорошему, мы можем также удалить физическую метку. Physical Volume мы можем удалить с первого раздела жесткого диска VDB1. Будьте внимательны, какой именно диск вы указываете. Я указываю вспомогательный диск, на котором размечал под структуру LVM. Все, удалено. Теперь нам этот жесткий диск по сути не нужен. Если он был вспомогательным промежуточным жестким диском, то мы можем просто его удалить из системы и работать на существующем. Единственное, что нам нужно сделать, это нам нужно сделать Update Grab. Для того, чтобы у нас Grab удалил ту строчку, которая относилась до этого при загрузке к операционной системе, которую он нашел на LVM Tomyroot. Теперь я бы хотел вам еще, когда вначале я рассказывал о том, из чего у меня устроена моя виртуальная машина, я показал, что у меня есть два диска, и эти два диска имеют абсолютно одинаковый размер. И я вам хотел показать, каким образом мы можем на двух жестких дисках собрать систему на ZFS, и чтобы она у нас была чуть более надежной. По сути, я хочу сейчас создать пул, который бы у нас имел возможность избыточного хранения данных. То есть что-то типа RAID 1. Или в терминологии ZFS это пул называется Mirror. Для этого давайте мы сделаем следующее. Нам нужно зайти в утилиту Parted и указать в качестве параметра диск 2. Второй вспомогательный жесткий диск – это у меня диск VDB. Давайте на него посмотрим. У него Partition Table типа MS-DOS. Как я говорил, установщик по умолчанию именно предпочитает выбирать именно эту таблицу разделов, когда имеет дело с материнскими платами типа с микрокодом BIOS или UEFI в режиме Legacy Support. Но мы с вами переходим на GVD Partition Table. Нам нужно сейчас сделать ту же, точно такую же структуру, как и на первом жестком диске. Итак, приступим. Создадим с вами новую таблицу разделов. Назовем ее GVD Partition Table. Да, удалим все данные. Далее, если вы помните, нам необходимо будет создать первый раздел жесткого диска. Давайте назовем его BIOS Grab. GVD Partition Table позволяет нам вводить наименование разделов. Тип файловой системы нас не интересует. Стартовое значение с первого мегабайта и по второй мегабайт. Нам нужно создать маленький раздел для BIOS Grab. Также мы с вами создадим второй раздел жесткого диска. Назовем его ZFS. Например, тип файловой системы нас не интересует. Стартовое значение – это предыдущее конечное значение нашего раздела, которое мы до этого создавали, то есть второй мегабайт. И по конец жесткого диска. Готово. Таким образом, мы повторили с вами структуру. Нам осталось только установить на первый раздел нашего жесткого диска флаг BIOS Grab. И указать параметр «Установить». Готово. Мы таким образом повторили полностью структуру нашего первого жесткого диска. Это очень важно. Отсюда мы выходим. Следующим этапом нам необходимо установить Grab на второй жесткий диск. И в качестве параметра мы указываем второе устройство – VDB. Первый диск у нас VDA, второй диск – VDB. Этот диск мы только что с вами подготовили. Создали специально первый раздел под эти нужды. И теперь устанавливаем туда Grab. Это необходимо для того, если у нас в нашей RAID-системе вдруг какой-либо из дисков выйдет из строя, чтобы мы могли легко загрузиться со второго жесткого диска. Соответственно, у нас и раздел BIOS Grab должен быть и на первом, и на втором жестком диске. И Grab также должен быть установлен и в первый, и во второй жесткий диск. И после этого нам необходимо второй раздел нашего второго жесткого диска определенным образом включить в наш пул. Давайте с вами посмотрим, что у нас сейчас по статусу нашего пула. Мы видим, что в нашем пуле сейчас участвует всего лишь один единственный второй раздел первого жесткого диска – диск VDA2. И теперь для того, чтобы этот пул переделать нам в зеркало, в зеркальный пул, нам нужно сделать следующую команду – zpool, attach, присоединить жесткий диск. Причем, обратите внимание, сейчас я вам хочу одну особенность показать, что если мы просто сами ведем zpool без каких-либо параметров, нам выведется список всех возможных команд, которые есть. И у нас с вами есть две очень похожие команды. Есть команда addtouch и есть команда add. Так вот, команда add добавит новый раздел жесткого диска или жесткий диск, и у нас пул станет типа stripe, то есть он будет похож на rate0 массив. И этот либо раздел, либо жесткий диск нельзя будет потом из пула убрать, поэтому будьте внимательны. Нам понадобится именно команда addtouch. addtouch позволяет нам добавить новое устройство и сделать из нашего пула зеркало, то есть rate1. Как вы видите, из help мы видим, что нам необходимо обязательно указать наименование пула. Нам нужно будет указать то устройство, которое уже есть в пуле, и нужно будет указать новое подсоединяемое устройство. Давайте это сделаем. Нам необходимо будет ввести вот такую вот команду. Причем обратите внимание, когда я сейчас указываю в качестве параметров старого устройства DFWDA2 или нового устройства DFWDB2, я указываю неправильные ссылки. Как я уже сказал, на моей виртуальной машине в каталоге DFDiskByID отсутствуют символные ссылки на эти устройства. В реальном компьютере, на реальном железе, вам здесь необходимо будет указывать те символные ссылки, которые находятся в каталоге DFDiskByID. Именно на те разделы вашего устройства, которые вы добавляете. Команда выполнилась ошибкой по причине того, что обнаружила на втором разделе жесткого диска WDB файловую систему X4. Ну, естественно, мы там с вами создавали LVM структуру, мы создавали там эту файловую систему. И теперь нам нужно использовать флаг F для того, чтобы точно с уверенностью сказать, что да, действительно мы хотим все стереть там. Все, через какое-то время у нас команда отработана. И написано, что пожалуйста, убедитесь, что у вас все данные будут перенесены. Давайте посмотрим, что происходит. Мы видим, что в данный момент времени у нас происходит операция переноса данных. И видим, что она у нас закончилась на 87%. Ну, она уже, естественно, закончилась. Пока я говорил, она уже, скорее всего, закончилась. Да. Что мы видим? Мы видим, что у нас было перенесено порядка 500 МБ данных. Время у нас указано. И мы видим, что у нас поменялся тип пула. Раньше он был без наименования, то есть обычный пул с одним единственным жестким диском. Теперь он у нас стал с наименованием Mirror. Пусть вас не смущает порядковый номер 0. Это порядковый номер этого зеркала в этом пуле. Как вы понимаете, здесь можно сделать несколько Mirror в различных режимах работы. То есть мы можем даже сделать из четырех дисков что-то похожее на RAID 10. Но в этом, забегая вперед, скажу, что в этом нет необходимости для ZFS, так как есть более продвинутые варианты использования четырех дисков в пуле. Таким образом, у нас с вами есть Mirror Pool. В нем располагаются два жестких диска. Мы видим, что они находятся в состоянии онлайн, то есть они работающие. Пул работает. И мы второй диск пристроили для того, чтобы у нас система стала более стабильной. Теперь при выходе любого этого диска из строя у нас с вами система загрузится, система будет продолжать работать, что, собственно говоря, для серверов очень важно. Ну что ж, на этом мы с вами закончили установку операционной системы типа Debian 9 на файловую систему ZFS. Повторюсь, что для меня стало неким сюрпризом то, что при тестировании появилась новая версия файловой системы ZFS 7.12. До этого, буквально до этого момента, когда я тестировал и записывал, у меня была другая версия, версия 6. Тем не менее, все прошло достаточно успешно. То есть я на ваших глазах первый раз делал на этой версии файловой системы ZFS. Я постарался достаточно подробно вам рассказать, но не все моменты далеко, не все моменты. Мы с вами еще совершенно не коснулись каширования, и мы с вами в будущем обязательно его рассмотрим. Это очень интересная технология. На данный момент времени пока что на этом все. С вами был Нефедев Алексей. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok